Только я немного удивлена, что Sony выпустили похожее устройство на ZV-1 буквально на днях. И, казалось бы, я только недавно снимала обзор на ZV-1 и говорила, какая она чудесная, и все в ней прекрасно, но был бы сменный объективчик, матрица побольше, и цены бы не было. Так цена есть, 800 долларов, но это у них, у нас пока неизвестно. И что же это получается, они меня услышали, и я решила вам рассказать о Sony ZV-E10. Это я, конечно, знала, что эти ребята скоростные, но так быстро пилить новые модели. Это вау! Первый вопрос, который возникает, для кого она? Ну, понятное дело для блогеров, понятное дело для поколения Z. Ну, для тиктокеров, ну мы их обойдем. Им и телефона достаточно. Не, ну вы видели, что они вытворяют? Чисто внешне эта камера гораздо компактнее, чем большие профессиональные камеры, но, тем не менее, она имеет много полезных функций. Как и в предыдущей модели, есть отворотно-приворотный дисплей, и мы можем наблюдать все, что попадает в кадр, и как выглядит композиция в целом в момент съемки. Плюс остался индикатор записи. Это было очень удобно в работе с Зиви Ван, и здесь еще добавилась красная яркая рамка, чтобы уж наверняка знать, что идет запись. Хотя, на самом деле, красного огонька было бы достаточно. Крутым, просто крутейшим дополнением стала возможность снимать в режиме слоу-мо. Для этого есть отдельная кнопка переключения режима спота на видео или на S&Q. Все так же точно автофокус срабатывает по глазам, различает людей, животных. Когда мы демонстрируем что-то на камеру, имеет 425 точек фокусировки. Помимо того, что камера удобна и компактна для блогеров, она подойдет для тех, у кого работа связана с онлайн-трансляциями. Например, вы педагог или стример. Специально для нас и для вас есть разъем Type-C. Можно напрямую подключить камеру к телефону или компьютеру и вести онлайн-трансляцию. Пишите, хотели бы вы увидеть от меня разбор всех ее минусов и оценить материал с этой камерой, как только она у меня появится. Мне нравится такой формат съемки, и мне он кажется очень удобным. Потому что не всегда есть время доставать штатив, выставлять свет, ставить звук на камеру. Здесь же, если, например, даже Зиви-Ван у меня лежал в кармане, я ее быстро достала, запечатлила свои эмоции, момент, который сейчас. Также эта камера подходит для подсъемов дополнительного материала. Например, идет какое-то мероприятие или вы снимаете концерт. Любое действие можно подснять с нового угла и использовать эти материалы как для бэкстейджов, как для своих сторисов, для чего угодно. Кнопка включения стала принципиально новой. Это максимально крутое изменение, потому что раньше кнопку включения можно было спутать с записью, а запись можно было спутать с включением. И был такой случай, когда я должна была начать трансляцию, и у меня камера выключилась. Теперь же она включается по щелчку, и это очень удобно. Важное обновление. Теперь аккумулятора хватает на 125 минут непрерывной записи. В сравнении с предыдущей камерой ее хватало всего лишь на 40, ну максимум 45. Как мне кажется, коварство и прелесть этих камер в твоих навыках. Если вообще не умеешь пользоваться техникой, на такие камеры можно снять, если честно, хуже, чем на телефон. Но если ты знаешь, что такое ND-фильтры, и ты умеешь пользоваться цветовыми профилями, ты будешь снимать просто прекрасно. Ну вот для сравнения. Примерно так вы будете выглядеть на солнце без ND-фильтра. Ну а вот так, если наденете, так сказать, очки на объектив. Если интересно, что такое ND-фильтры, могу сделать отдельный выпуск про это. Ну а если все-таки смотрите в сторону ZV-1, скажу, там есть уже встроенный ND-фильтр. Он хоть и слабенький, но он часто помогает. Особенно, когда вы выходите из темного помещения на светлую улицу. Ну а самые важные для меня параметры, такие как свет, звук, стабилизация, я смогу проверить уже, когда он непосредственно будет у меня в руках. Ну и если вам хочется ее с чем-то сравнить или узнать какие-то конкретные ее характеристики, пишите, и мы все проверим. Как мы уже говорили, матрица 24,2 мегапикселя, со светочувствительностью ISO до 32 тысяч. У Sony ZV-1 было поменьше, а здесь еще есть и расширенный режим, когда мы можем выжать из нее 51 200 ISO. В вопросе выбора камеры учитывайте ценовой порог и те нюансы, которые мы уже озвучили. Если есть денежка, берем Sony A7C и получаем великолепную картинку и все плюшки от Full Frame. А также компактность и мобильность. Можно также приделать ручку. Если хотим сэкономить, берем Sony ZV-E10, получаем ту же самую сменную оптику и эти денежки откладываем на объективы или уже копим на Sony A7S-3. Это уж как вам по вкусу. Ждем, когда она появится в России, чтобы посмотреть, какова она в деле и нащупать ее слабые места. Тут-то я уж вам точно все расскажу. Всем хорошего дня и печенек побольше.